Ростов-Дон В России появился клуб ЦСКА, его создали с нуля И вот за такой короткий срок им действительно удалось бросить вызов Ростов-Дону Они в финале Чемпионата России и, кажется, готовы занять их место Все-таки это финал, конечно же Мы рады, что мы дошли до такой стадии, на что, в принципе, и рассчитывали Это не может не радовать Конечно, мы знаем, что ЦСКА сильный соперник Но сейчас мы уверены в себе Максимальный настрой, потому что это наш первый финал Я считаю, что если мы сыграем достойно в защите, как мы это можем сделать То все будет на нашей стороне Так как команда молодая, еще не совсем что-то выигрывали прям такого значимого Поэтому, конечно, психология будет решать много Бояться нам нечего, терять нам нечего На выходить в финал и сражаться, и добиваться успеха И, ну, мне кажется, что эмоции будут просто нереальные Потому что это финал Это финал Всего лишь третий месяц она исполняющая обязанности главного тренера Одной из лучших гандбольных команд страны Ольга Акапиан вряд ли вообще могла рассчитывать, что к финалу чемпионата России готовить ЦСКА будет именно она Ее тренерская карьера началась здесь в качестве ассистента И никакого опыта на тот момент не было Ну, конечно, все-таки это финал И в такой должности не буду лукавить, что, конечно, волнение присутствует Задачей перед Акапиан стоит архи-сложная Ведь ЦСКА еще ни разу не обыгрывал Ростов-Дон Возможно, именно сейчас самый подходящий момент Анна Седойкина, Полина Ведехина, Екатерина Ильина и, конечно, Дарья Дмитриева Все главные звезды здоровы и готовы сотворить историю Можем что-то друг другу подсказать Что-то нам нравится, что-то там она подсказывает нам, что ей, как она видит со стороны Ну, в любом случае, такое происходит Коммуникация есть, в общем, общение Настроение в команде Ростов-Дон перед финалом было точно не лучшим Сильнейший клуб страны последних лет сенсационно не смог выйти в финал четырех Лиги чемпионов И что, вероятно, сильнее задевает гандболисток Ростова Борьбу в Лиге чемпионов дальше продолжит именно ЦСКА Главный соперник на внутренней арене оказался лучше в Европе И фактически занял привычное место Ростов-Дона Конечно, несколько дней было состояние ужасное Понимаем, что подвели и город, и болельщиков Но главного тренера шведа Пера Юхансона беспокоит другое Перед финалом в его команде из-за травм отсутствует ключевой игрок в защите Анна Лагерквист И одна из лучших атакующих гандболисток мира Анна Бяхерева По факту, те, на кого Юхансон опирался весь год, в финале сезона были недоступны Могу сказать, что мы уже играли в таком составе против ЦСКА Настроение в команде очень хорошее Мы очень взволнованы И мы понимаем, насколько важен этот финал В такой сложной ситуации для Ростов-Дона все чаще игру на себя брала Влад Лена Бобровникова Она проводит, возможно, сильнейший свой сезон в карьере И даже вошла в символическую сборную последнего чемпионата Европы И в свои 33 года представляет большую угрозу для защиты ЦСКА Влада постоянно дает команде энергию Это очень быстрый игрок, который готов жертвовать собой В свой лучший день она настоящий киллер И поэтому очень важна для нас Сильнейшие клубы России, Ростов-Дон и ЦСКА Сойдутся в первом финальном матче И кто-то из этих команд сделает широкий шаг в сторону золотых медалей Юля Моногарова, первая атака Ростова Завершается неудачей Анны Седойкина в игре Бобровникова по центру 7 на Моногарову Здорово, быстро мяч ходит у Ростова Но вновь Анна Седойкина Третий сейф подряд И вновь Моногарова не может переиграть голкипера сборной России Ой, как здорово здесь И Седойкина Ну что, героиня первого тайма Безусловно, Анна Седойкина Но посмотрите, какой пас отзади Три Четвертая передача Уже нужно что-то делать Но нога Анны Седойкиной мешает мячу пересечь линию Очень хорошо отстояла Анна Седойкина на голкипера Конечно, в первом тайме Первые 10 минут она сделала очень важный сейф И ЦСКА убежала на спинах И забила эти легкие голы И, конечно, тяжело было нам нападение, наверное, больше Мяч на Ильину И здесь по центру блок Да Скоробогатченко Ну что, хороший скрест В общей сложности голкипер ЦСКА Анна Седойкина Совершила 15 сейвов Отразив половину бросков по своим воротам И, очевидно, стала одной из лучших в первом матче финала Ростов-Дон создавал моменты, но каждый раз встречался со стеной В то же время ЦСКА в атаке почти не ошибался И в один момент вел даже с преимуществом в невероятные 9 мячей Неожиданно 25-16 9 мячей преимущество ЦСКА Ну вот, очень просто Все сделано, но насколько эффективно ЦСКА прекрасно бежит Они ведут с разницей в 7 мячей Много вещей делаем неправильно Нам нужно перестать волноваться Мы совершаем тактические ошибки У меня нет оправданий Сегодня мы номер 2 в России, конечно И такого результата, честно говоря, в шоке Сейчас надо будет как-то девчонок к нам сплотиться, поддержать Потому что результат, конечно, вообще ужас В Ростов-на-Дону на ответный матч финала чемпионата России ЦСКА в итоге приехал с преимуществом в 7 мячей И это первая в истории клуба победа над действующим чемпионом Ростов-Доном По сути, чтобы выиграть свой первый титул ЦСКА Нужно было не проиграть этот матч с разницей 8 мячей Вопрос лишь в том, как команда выдержит испытания самых активных фанатов России Фанатов Ростов-Дона В этом сезоне у Ростова уже были матчи, где они проигрывали все мячи Это было в лиге чемпионов против Кристианцента Но очень трудно поверить, что и в этот раз случится что-то подобное Потому что посмотрите, какая армия болельщиков на домашних матчах Ростова Ну и такая молодая команда, как ЦСКА, она может дрогнуть Бесспорно, надо отыгрывать этот, и мы можем, и у нас дома можем все Просто один раз мы отыграли и 12 мячей в кубке Честно сказать, каждый день говорили, что 7 мячей против игры с Ростовом в Ростове Это вообще не разница Мы все время настраивали на то, что мы идем играть с нулем 0-0 Сегодня в финале чемпионата России по гангболу В главном противостоянии сойдутся два принципиальных соперника Гангбольный клуб ЦСКА И гангбольный клуб Ростов-Дон Итак, дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали Игра началась, первая атака ЦСКА Парина Горчкова Пытаясь перебросить мяч через Викторию Калинину Перебрасывает и ворота К сожалению для Ростов-Дона, но к счастью для нас Мы начало этой встречи смотрим вместе с одним из лучших игроков Гангбол в России, Анной Вяхеревой Вместе с ней мы пытаемся понять, что происходит на площадке Минус 7 Слишком много или нет? Много, но решаемо Хорошо, что вы начали игру со мной Потому что вы меня чуть-чуть успокаиваете Потому что я не могу, когда камера снимает показы всех эмоций Хорошо, начали Ничего страшного, что пропустили первый Вообще ничего не значит Прям дрожите, я смотрю Меня трясет страшно Что сейчас делает ЦСКА? Что пытается? Пока что маловнятные движения Просто гоняет мяч Но проходит Я дико переживаю за девчонок У меня такое возбуждение внутри Как будто я должна быть сейчас там Даша Дмитриева хорошо сейчас подставилась Прочитала Владу О боже, голова кружится Везет еще, да, немножко? Не хочу ничего говорить Все нормально Только начали Молодцы, очень хорошо сейчас Сыграли защитовая кожа Эй-эй-эй-эй Анна Седойкина Знает вас всех просто как нельзя лучше Это работает? Это помогает ей? Я думаю, что очень помогает Да, потому что все-таки Несколько лет в Ростове Больше чем с половиной игропов Ростова работать Это большое преимущество для нее Браво, Влада Набрала скорость, которая ей нужна Для того, чтобы завершать моменты Вот в таких ситуациях Она не мажет никогда Лучше так Считай, Вика цепляется Закрываем центр Оставляем фланги И смотрим, что из этого выйдет Ростов нащупал Вот как против ЦСКА играть Уже видно это или нет? Вот последний момент И было прям хорошо Вика вроде зацепилась И наши Не хочу накаркать Надеюсь, что так и есть И наши вроде бы почувствовали Что могут себя более уверенно вести в атаке Давай, 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 давай Сколько мы еще будем говорить? Я хочу пойти поплакать Плакать? О, Боже Первый тайм ответного финального матча Все равно закончился в пользу ЦСКА При этом Ростов-Дон даже не приблизился к тому Чтобы отыграть те самые семь мячей Единственное, на что мог рассчитывать Донской клуб Это поддержка всего зала И, конечно, знаменитого сектора номер 13 Как раз во втором тайме самые активные фанаты Оказались за спиной у Анны Седойкина Подняты руки арбитров И снова до края И снова нет возможности атаки И потеря Нет! Моногарова возвращает Но даже при тотальной поддержке Ростов-Дона Гонбалистки московского клуба не дрогнули Более того, каждый раз они умудрялись отвечать Своими мощными и результативными атаками И вот он, еще один Зубодробительный бросок Дарьи Дмитриевой Честно, я могу сказать от себя Что я слышала наших болельщиков Правда Я слышала наших болельщиков И когда в первом тайме с этой стороны бегала Их было очень слышно Никто из нас на это не обращал внимания Потому что все и так знали Что в Ростове всегда хорошая поддержка Ну, мы старались просто на этом не обращать внимания А играть и делать свою работу Домашний матч Ростов-Дон все-таки выиграл Но по сумме двух встреч Этого оказалось недостаточно ЦСКА впервые в своей короткой истории Выигрывает чемпионский титул А Ростов-Дон впервые за последние пять лет Не становится чемпионом России Значит ли это, что теперь ЦСКА Сила номер один в женском гонболе Вопрос остается открытым После игры слезы наворачивались Потому что обидно, что мы не принесли им эту победу Нашим болельщикам, которые нас так безумно поддерживали Гнали вперед всю игру И очень было обидно, что мы им не устроили этот праздник Когда они смогли бы с нами порадоваться Там отметить наше золото Я не знаю Эмоции просто Ну, мы очень рады Это первый наш финал Это первая наша победа в чемпионате России Мы все счастливы У нас есть некоторые девочки Я тоже, которые первый раз вообще участвуют в финале Я не считаю, что Вот то, что это чемпионство Там все, мы там номер два, а не номер один И Мы поборемся в следующем году Теперь ЦСКА сила номер один В женском генболе Ну, конечно Медаль золотая у нас Ну, это все-таки Ну, достаточно трудно Сместить Ростов с их вот трона Сместили Сейчас